С 26 марта появилась новая цена проезда в 16 рублей, то есть 4 гривны 20 копеек. В чем причины повышения тарифов, жители поселка в северной стороны понять не могут. Воздерживается от официальных комментариев и владелец автотранспортного предприятия. Впрочем, не на камеру Сергей Гвозденко поясняет, повышение стоимости было согласовано с город-администрацией. Эту информацию подтверждает глава профильного сектора Михаил Попов. Было принято совещание, и на этом совещании был консенсус на 50%, ой, на 50 копеек. Если на 52 маршруте по договору, заключенному между городской администрацией и перевозчиком в 2012 году, после проведения конкурса была предъявлена цена, то есть это были предложения перевозчика на конкурсе, 3,5 гривны. То есть на сегодняшний день, если мы говорим о поднятии на 50%, ой, на 50 копеек, то эта стоимость составляет 4 гривны. Жители северной стороны не понимают, почему в таком случае не повысились цены на проезд в ряде маршрутных такси, работающих в городе. Впрочем, столь высокая стоимость проезда от площади Захарова до гарнизона Бельбек обусловлена еще и отказом автопредприятия от государственных субсидий. Фактически, часть пассажиров оплачивает проезд льготных категорий населения. Он отказался от этого еще на конкурсе на социально значимую перевозку, когда осуществлялось. Поэтому он на сегодняшний день по регулированному тарифу и льготные перевозки осуществляет за свой счет. Как отметил Николай Саул, пока социальные льготы сохраняются. Но после проведения монетизации с 2015 года будет оказываться адресная субсидия льготным категориям населения. В общественном же транспорте будут платить все без исключения. Владимир Сорокин, Олег Дорошок, Екатерина Долгополова. Программа «Наше время».